В редакцию нашего канала стали поступать звонки от телезрителей с жалобами на то, что у них в магазинах не принимают к оплате купюры достоинством в 2000 рублей. Мы решили проверить, так ли это, а заодно выяснить, что же это за банкнота такая. А от других денег у вас не будет? У меня в руках купюра достоинством в 2000 рублей. В обороте они уже с октября прошлого года, то есть больше трех месяцев. Несмотря на это, многие магазины до сих пор не принимают эти деньги к оплате. В чем причина, сказать наверняка нельзя. Одни магазины утверждают, что у них распоряжение от руководства, другие, что не работает детектор банкнот. В любом случае нужно точно знать, как действовать в таких случаях. Помните, покупатель вправе расплачиваться любыми российскими деньгами, которые находятся в обороте. Доказательства своих слов можно открыть официальный сайт Центробанка и показать сомневающимися работнику магазина всю информацию о новых деньгах. Как минимум в магазине нужно обратиться к администратору и попытаться ему объяснить данный вопрос. В случае отказа о принятии данных купюр, вы можете написать жалобу в Роспотребнадзор. Всю информацию вы найдете на официальном сайте федеральной службы. Кроме того, в Роспотребнадзор можно позвонить по бесплатному номеру. Несмотря на то, что новые купюры в обращении уже больше трех месяцев, многие их пока видели только на картинке. Пока нет, к сожалению. Просто видела информацию по поводу, как она выглядит. Но я думаю, что если бы я получила такую купюру в магазине, я бы не удивилась. С купюрой 2000 рублей я еще не сталкивался. Нет, даже не видела. Не получила еще. А некоторые говорят, что магазины не принимают такие купюры. Вы слышали от знакомых? От знакомых не слышала, по телевизору слышала, что да, говорили, что боятся. Говорят, похоже на фантики. Новые деньги и правда на привычные русскому человеку рубли как-то не очень похожи. Дело, скорее всего, не только в дизайне, но и в обновленных технологиях защиты. Одно из отличий – это голограмма в виде солнца, которая меняет свое расположение на купюре. Также на банкноте есть защитная полоса, на которой написано номинал купюры. Также на купюре расположены метки для слабо видящих людей. Это штрихи по краям купюры. На ощупь данные штрихи определимы. Также название билета Банка России можно ощутить руками. Номинал купюры можно ощутить. А также 2000 рублей, которые также прописаны на банкноте. Купюра номиналом в 200 рублей имеет такие же тактильные защитные признаки и группы меток по краям. Единственное ее отличие от 2000-й – это отсутствие голограммы в виде солнца. Еще один способ проверить купюры на подлинность – воспользоваться специальным приложением для смартфонов. Если банкнота настоящая, она должна ожить, когда вы наведете на нее телефон.